Привет, меня зовут Артемий Соболев и сегодня я вам расскажу о необычном примере использования привычной технологии, которая фактически спасла нам фичу. И эта технология из iCloud сплошла на фичу про iOS. И вы, наверное, думаете, как они связаны, но узнаете сейчас. Начнем с того, что сегодня у человека в среднем носит с собой по три устройства. И кейс, когда мы для того, чтобы передать документ с iPhone на iPad, нам нужно, допустим, iPhone подключить к компьютеру, скачать документ на компьютер, потом подключить iPad, конечно же, уже невозможно. Сегодня пользователи привыкли к кейсу, когда вы создаете документ на iPad, потом в течение дня его отредактировали, потом пришли куда-то, допустим, домой, и там вы его уже завершили. Это привычный для нас уже сценарий. Но все было проще, когда было iOS. Многие не писали под OS X, у них не было OS X компания на приложение. И переходы между состояниями, передача состояния между платформами была достаточно проста. То есть ее могло и не быть. Теперь же у нас платформ намного больше, и количество переходов, переводов этого состояния может быть тоже их намного больше. И у нас есть технология iCloud, которая позволяет out of the box воспользоваться всеми новшествами, которые предоставляет Apple для этих платформ. Так вот, под передачей состояния я понимаю не только передачу данных. Нет, передачи данных в этом случае недостаточно. Также нужны уведомления на другом устройстве о том, что данные изменились. И чтобы это устройство могло подкачать данные, изменить UI или обновить какой-то локальный кэш. Но также нужен еще и вариант, когда мы разрешаем конфликты. Если у человека есть два устройства, и он один и тот же документ, ну случайно он забыл, изменил на двух устройствах, и на них не было интернета, то когда интернет появится, то явно в виде будет конфликт. И непонятно, какую версию пользователь выбрал. Мы передаем, нам нужно передавать модельные объекты для бизнес-логики, настройки приложения, и также вот continuity, текущее состояние приложения. Вот, и у нас есть идеальная картина, когда пользователь, мы предполагаем, что у пользователя очень много данных, все синхронизируется очень быстро, у пользователя постоянно есть интернет, батарейка не садится, и у нас есть реальная картина, когда у пользователя маленький клауд. Кстати, у кого из вас расширенный клауд? Да, не так много людей. Вот. Пользователь создает нам очень много проблем, когда он использует наше приложение не так, как когда мы его разрабатываем. Мы сидим, у нас хороший интернет, у нас все шикарно, у нас даже есть два устройства, мы можем проверить, как технология работает, изменить на одном устройстве, проверить, как состояние изменилось на другом, и все шикарно. Но пользователи используют его не так. И это, конечно, большая головная боль. Вот. У нас была задача сделать параллелс-акцесс для Apple Watch. Но картина такая, что часы, начнем сначала с часов, у них есть свои ограничения. У часов, естественно, первое, про что все говорят, это маленькое время взаимодействия с часами. Если вы берете и полностью свое приложение портируете с iOS на Apple Watch, то прекратите это делать. Для Apple Watch нужно несколько сценарий использования, которые будут пользоваться чаще всего. Для параллелс-акцесс мы выделили такие. Также на часах, естественно, очень маленький UI. Но какие были ограничения? Ограничения были такими, что самое главное, у нас не было часов, когда мы начали делать эту фичу, и у нас нельзя было скомпилировать наши библиотеки под x86. То есть мы не могли пользоваться симулятором при разработке. Только часы. И нам фактически, у нас был выбор, либо подождать, когда нам купят часы, они у нас появятся, то есть когда Apple их выпустила в публичную продажу, либо придумать что-то свое, что-то интересное. И вот мы придумали что-то интересное, об этом я вам и расскажу. У нас было также большое ограничение в том, что состояние передается с iPhone на часы в произвольный момент времени. И если вы знаете WatchKit с WatchOS 1, то там есть такая штука, что Open Parent Application. Вы посылаете телефону запрос в виде словарика, он на него отвечает. А у нас же такая модель была, что в любой момент часы могут что-то сказать телефону, и в любой момент телефон может что-то сказать обратно часам. Для ускорения нам также нужны были Delta апдейты. И про симулятор я уже сказал. И вот мы пришли к такому решению, которое было есть в iCloud. Дело в том, что в iCloud есть метод iCloud File Storage, который представляет совокупность двух классов. NS File Presenter и NS File Coordinaтор. Так вот, совокупность этих двух технологий дает возможность использовать обновление iCloud не только на двух разных девайсах для файлов, которые находятся в iCloud, но также и локально для двух приложений, для двух разных процессов, для даже в одном приложении разные компоненты могут опираться на этот механизм для синхронизации состояния через файл. И мы сделали такую штуку, что у нас есть два процесса, которые просто поддерживают одинаковым одно дерево из объектов. Если это дерево из объектов изменилось в одном процессе, то через iCloud синхронизацию, вот этот механизм, она автоматически, та же нода становится, изменяется соответствующим образом в другом процессе. Это позволило нам начать разработку на симуляторе. И мы все сделали, сделали готовую модель на симуляторе. А когда мы перешли на… Когда появились часы, мы просто проверили, вставили эту модель в наше фактическое приложение, и все работало, как и ожидалось. Вот. У нас также были специальные view-модели, которые учитывают тот факт, что в WatchOS, если у вас есть интерфейс-контроллер, и у вас есть возможность, что данные могут обновиться в любой момент, и UI должно прореагировать на это, то простое действие вот такое вот часов приводит к тому, что у интерфейс-контроллера вызывается метод deactivate, и все апдейты UI, которые вы произвели после этого момента, они просто теряются. И в нашем решении были специальные view-модели, которые учитывают этот факт и накапливают эти изменения, и потом их снова вызывают. Так вот, решение состоит из этих файл-координатор, NS-файл-презентер. Идея тут в том, что все взаимодействия с файлами обворачиваются с помощью NS-файл-координатора. И вызывается метод, который вызывается не асинхронно, который вы передаете блок, и этот блок исполняется только тогда, когда это безопасно делать. То есть до этого момента вызов блокируется. И потом, если у нас, допустим, есть два процесса, которые пишут в один и тот же, в одному же пути, даже, допустим, на OSX несколько гигабайтное видео, то у них большая вероятность пересечься друг с другом по времени. И как работает эта технология? Когда второй файл-координатор начинает работать, записывать видео, ему могут без его ведома подменить ссылку, и тогда он будет писать по другой ссылке файл. А когда обе записи в файл осуществляются, то тогда позовется специальный NS-файл-презентер, которому скажут, чувак, вот тут появилось две версии файла, сделаешь с этим что-нибудь. NS-файл-координатор должен инициализироваться для каждой операции, для работы с файлами, делает это он не асинхронно, и поэтому это был идеальный кандидат для того, чтобы сделать вокруг него NS-оперейшн-бейст API, и он есть этот API, который был сделан в рамках этой работы на GitHub, называется coconutkit. NS-файл-презентер – это протокол, у которого есть два основных поля, presented-item-url, который представляет этот NS-файл-презентер, и presentation-queue – это то очередь, в которой обрабатываются все коллбеки о том, что файлы изменились. Ну и тут самое главное – это то, что система начинает реагировать на все изменения только после того, как вы зарегистрировали этого файл-презентера в U-файл-координаторе. Это классовый метод, это файл-презентер. После этого, чтобы удалить файл-координатора, недостаточно просто на DNIT позвать remove-файл-презентер. Дело в том, что система держит сильные ссылки на всех файл-презентеров, и так просто это не получится. Выкинуть объект из HIFO, просто обнулив на него reference count. У NS-файл-презентера есть много коллбеков, каждый из которых довольно понятно, что они значат. present-item did change, present-item did move to URL. Также есть NS-файл-вершин, который позволяет зарезолвить конфликт. Вам говорят, что у вас есть две версии файла, выберите нужную, у вас есть возможность выбрать нужную, и вы помечаете конфликт как зарезолвленный, и конфликта больше нет. Есть такая технология еще, которая в купе с NS-файл-презентером дает как раз-таки то решение, к тому красивому решению, к которому мы пришли. Дело в том, что есть NS-файл-враппер. Файл-враппер – это директории, которые имеют расширение, так как у них есть расширение, система знает, с какой программой ее открывать. И это стандартная практика, потому что все приложения, все фреймворки – это NS-файл-врапперы. Вот, так с купе вместе NS-файл-презентер и NS-файл-враппер дают такую особенность, что NS-файл-презентер может представлять директорию. И фактически он знает, NS-файл-презентер знает о всем, что происходит, какие изменения с файлами происходят внутри этой директории. Вот, и это позволяет сделать так, что все коллбеки вы получаете в одном и том же месте. В одном и том же месте вы можете зарезолвить конфликты. А также, если вы, используя NS-файл-враппер, будете хранить отдельно разные данные. Допустим, у нас есть параллелсаксэс хост, у него есть инфо и картинка. Понятно, что если изменяется название хоста, то если все это хранить в одном файле, то это будет огромный файл, надо будет перезаписывать его снова и снова. Если хранить эти метаданные от других данных раздельно, то конфликтов будет меньше, если вы используете вот такой механизм синхронизации. И зарезолвить их будет намного-намного проще. И таким образом можно прийти к тому, что все конфликты будут резолвиться автоматически на уровне файлов. То есть вы в один файл кодируете то, что важно записывать атомарно, и во все файлы таким образом вы пишете. Но это решение, естественно, не единственное, которое может быть. У iCloud очень много технологий. И если мы посмотрим на вкладочку capabilities, то увидим как минимум три, но на самом деле их больше. О них уже рассказывала Сали Шепард. Но я повторюсь чуть подробнее. В контексте использования их для синхронизации данных, именно для решения конфликтов в большей части. Есть key-value storage. Он должен содержать… Это словарик, который меньше одного мегабайта, которых часто используется для настроек приложения. Также iCloud documents – это специальные два класса UI document, NS document, который предоставляет Apple, в которых уже многое, что имплементировано для синхронизации состояния. И если почитать отзывы о вопросах, о файл-враппер, файл-презентер и файл-координатор на Stack Overflow, то Дэйв Де Лонг, это евангелист Apple, фреймворк в евангелист Apple, говорит, что лучше не использовать эту технологию, потому что в реализации очень сложно. И вместо этого он советует использовать iCloud documents. Конечно же, следующая технология, это как раз про нее я и говорил. Я ее назвал как iCloud File Storage, но все эти три, iCloud documents, iCloud File Storage и Core Data, это фактически почти одно и то же. И Cloud Kit. Так вот, первое, о чем говорят, когда говорят об iCloud синхронизации, естественно, вы должны проверять аккаунт пользователя, о том, что этот iCloud не сменился посередине работы вашего приложения. И пользователь запросто может зайти в настройки и отключить iCloud для одного вашего приложения. И это как раз делает разницу между используемыми приложениями, которых и неиспользуемыми. NSK Value Store, это словарик меньше 1 мегабайта, количество ключей может быть меньше 1024, и у него должен обязательно быть кэш, иначе вы не сможете зарезолвить никакие конфликты, потому что все возникновения всех конфликтов, они говорят только приход вот этой вот нотификации, то, что что-то изменилось, а также, что появился конфликт. Так вы очень просто можете, если вы это не сделаете, вы очень можете прийти к тому просто, что пользователь скачал вашу игру на двух устройствах, на одной игре он дошел до 200 уровня, в другой игре он начал играть в метро, когда на другом устройстве. Когда у него был, только он открыл эту игру, у него нет интернета, он прошел один уровень, и после этого, эта технология NSUbqtis K-Value Store, она работает так, что как только появляется интернет, она записывает то, что было изменено в iCloud. И после этого пользователь сыграл, прошел первый левел, и в iCloud записалось, прошел первый левел. Потом он достается в свое другое устройство, на него приходят уведомления, если вы не проверите кэш, не сохраните предыдущее состояние, то у вас будет везде один левел. Он будет на первом левеле на всех устройствах. Конфликты, встроенного средства для того, чтобы зарезолвить конфликты, нет, нужно проверять, хранить кэш того, что вам приходило до этого, сверять с кэшом и смотреть, что приходит вновь. Дальше, следующая технология UI Cloud Documents. Размер ее – это все пространство iCloud пользователя. Кэш может быть, потому что iCloud хранит зеркальную копию на iOS содержимого iCloud контейнера. И вы можете запросить айтем, чтобы его скачали локально, или удалить этот айтем локально. Это не удалит его из iCloud, он просто из кэша локально уйдет. Для OS X все файлы всегда скачиваются локально. Уведомления приходят через NS Document, UI Document, callback метод. А для конфликтов Apple уже реализовала многое, в том числе и в NS Document, когда вы… У кого были конфликты версии в Pages, iWorks в любом документе? Вот. И там же вы увидите стандартный UI. Вам ничего не надо имплементировать. Просто делаете NS Document Based Application. И вы даже не знаете о том, что iCloud существует. Вы просто делаете так, что UI реагирует на произвольные изменения документа в любой момент времени. И после этого вы просто переносите документ в iCloud, открываете его, открываете его на другом компьютере, и это работает. Но, естественно, все callback'и апдейта документа вы должны проапдейтить UI, чтобы это прям был live update. Конфликты резолвятся автоматически. Если невозможно зарезолвить, то тогда выпадает UI. UI специальный. И сценарий использования этого, конечно же, очень ограниченный. Вот. У этой технологии куча плюсов, но сценарий такой ограниченный. Про file storage я вам уже рассказал. Это конкретно технологии NS File Presenter плюс NS File Coordinator. и у него точно такие же ограничения, как у iCloud Documents. Единственное, что уведомления еще раз приходят через NS File Presenter callbacks, и сценарии использования у него могут быть абсолютно любые. Как я вам уже рассказал про часы. также, если вы используете в своем приложении CoreData, то это CoreData всю можно поместить в iCloud. И тогда на всех устройствах будет сохраняться одна и та же CoreData. Но тут проблема в том, что размер того, что вы используете, ограничен не только размером контейнера iCloud, но еще и размером самого телефона. Уведомления есть, нотификации у самого CoreData, и сценарии использования тоже большие, но с учетом того, что ограничения по размерам. И CloudKit это что-то новое, что было представлено Apple, но это больше технология отправки данных, механизм отправки и получения данных. кэш нужно реализовывать самим, но тут хорошая новость. Все классы из CloudKit, будь то CKRecord, CKAsset, они поддерживают NS-кодинг протокол. И фактически это позволяет вам записывать их в файлы и читать их из файлов. Очень и очень просто. Уведомления, конечно же, есть. Это все реализовано через нотификации. Для резолва конфликтов, когда вы записываете что-то в CloudKit, вы отправляете политику для резолва конфликтов. И сценарий тут немножко больше, потому что есть Public и Private Database. Private Database использует только локальный объем у пользователя, а Public Database использует еще и объем, который предоставлен вам как разработчикам. И тут еще появился сценарий использования такой, что вы можете расшарить данные между разными пользователями. И вот тут на табличке я выделил, чтобы было проще выбрать какую-то версию. Я на такое увидел много обсуждений, какую технологию выбрать для iCloud, для синхронизации через iCloud. И я буду рад ответить на ваши вопросы. Да. Вопросы, вопросы. Вот я вижу одна рука, стремительная рука. Лучшая рука, считайте, за сегодняшний вечер. Какая это рука. Я увлекся, Здравствуйте. Спасибо за хороший рассказ про технологии синхронизации. Расскажите, пожалуйста, можно ли различать пользователей iCloud, если нет, то что делать? Вот этот токен, который выдается у NS файл менеджера для того, чтобы идентифицировать пользователя, Apple говорит, что это идентификация пользователя в рамках одного устройства. То есть записывать его куда-то, чтобы потом проверить, что на разных пользователях это один и тот же пользователь и нет смысла. То есть нет. А в случае с игрушкой что делать, если один пользователь проходит 20 уровней, второй заходит, допустим, по тем же девайсам? В игрушке вы можете у него еще логин, пасворд попросить. В игрушке еще, кстати, хорошая технология это GameCenter. Если пользователя зайден в GameCenter, то если вы включаете в GameCenter, то вы автоматически получаете его. Два разных способа аутентификации и GameCenter и iCloud это прозрачная аутентификация. То есть вам не нужно имплементировать ничего. То есть вы предлагаете iCloud фишка в том, что пользователь во-первых не авторизуется, во-вторых все эти аутентификации сваливаются на все устройства у одного и того же пользователя. То есть вам на бэкэнде нигде не нужно проверять, что это пришла аутентификация от этого пользователя, тут от этого, что это пользователи одинаковые и выдавать им что-то. У iCloud сервера эта технология вся устроена так, что на все устройства одного пользователя будут сваливаться эти уведомления и только его. И вам не нужно об этом заботиться. Ассоциировать какой-то прогресс с пользователем через iCloud получается не получится, да? Да. Жаль. Спасибо. Вы можете единственное, что через CloudKit вы можете попросить запись для текущего пользователя. Тогда у пользователя в UI предоставится нотификация, что такое-то приложение хочет использовать, находить вас по имейл. Вы нажимаете ОК и после этого CloudKit может вам прислать, положить в публичную базу данных пользователя и вы можете тогда его сравнивать по записи. Есть еще вариант свой бэкэнд на PHP с открытой табличкой MySQL без всяких шифрований. Отличный повод для того, чтобы про вас написали на профильных изданиях. Еще вопросы? Раз уж режешь о геймцентре, то можно хранить данные именно в геймцентре, то есть именно пользователям конкретно какие-нибудь слабые данные, например, о его топ-скоре. Да, для этого геймцентр был предназначен. Нет, например, что-то большее, чем топ-скоре, то есть не лидербордсы, а что-то другое. Я, если честно, у нас в приложениях не использовал геймцентр. Я читал обзоры этой технологии и я не уверен об этом. Группа поддержки. Ну, во-первых, iCloud и геймцентр это не синонимы. Во-вторых, тут очень справедливо заметили, что в геймцентре есть некий стандартный набор классов и понятий, которые вы можете использовать. Теоретически никто не мешает вам закодировать в эти поля любую информацию, которую вам хочется. Можете, бога ради, возьмите любую битовую маску, закодировать ее, положить ее в очки и знайте, что именно это вы будете так использовать в своем приложении. Никто же не запрещает. Помните предыдущий ответ про бэкэнт на PHP? Это был нормальный ответ. Еще вопросы есть? Я хотел бы узнать, у вас используется технология файл-презентер и файл-координатор. Касательно именно экстеншенов, которые используются в notification-центре, в today для шеринга, Apple крайне не рекомендует использовать эту связку, потому что она может приводить к очень сильным дедлокам, которые могут, грубо говоря, сломать систему. Да, потому что дело в том, что эта технология сложна для реализации. И не зря, да, он говорит об этом, потому что там очень много, там все кулбеки происходят в одной очереди, обновлять UI должны в другой очереди, а вызывать файл-координаторов в третьей очереди. И там, да, действительно можно добиться дедлоков, но если вы будете правильно ее использовать, то дедлоков не будет. То есть возможность дедлоков зависит от того, насколько реализовали вы это все хорошо, или именно потому, что на часах экстеншн живет более предсказуемо. То есть, ну, системные экстеншн могут умереть в любой момент и там не закрыть файл, дескриптор или что-нибудь такое, у вас в итоге это все повиснет. А тут часы, видимо, живут более, ну, так, предсказуемо, и у вас меньше проблем с этим получается, да? Ну, получается, что да. Окей, спасибо. Я буду брать с тебя шоколадки за вопросы. Вопрос, возможно, показался немного автопным, потому что он скорее к началу презентации. Правильно ли я понял, что вы собираетесь имплементировать Parallel Success к Apple Watch? Оно уже есть. Оно уже есть. А вопрос, можно перечислить пару use case'ов? Зачем? Когда это нужно? Я использую, у меня много компьютеров, и они часто ходят в оффлайн, потому что сеть не использует. Ну, проблемы сеть какие-то. Сеть отваливается. И самый большой use case это просто проверить, что компьютеры живы. Также можно у нас инициировать подключение к компьютеру, и потом через handoff вы просто открываете на айфоне, и вы попадаете сразу в скрин своего компьютера. То есть я иду от лифта к квартире, нажимаю полуощадь, запускаю компьютер, потом захожу в квартиру, и комп уже запущен? Нет. Parallel Success предоставляет доступ, удаленный, к вашему компьютеру. Вы начинаете соединение на часах, и вы открываете свой айфон, и вы сразу попадаете с того момента, когда вы используете handoff, вы сразу попадаете в открытый скрин вашего компьютера, и можете сразу в него тыкать. Прямо с часов. Честное слово, вот Fallout сегодня уже один раз мелькал, мне кажется, вот пип-бой прям должен был начаться именно так. Спасибо, спасибо Артемий. Это был Артемий Соболев из Parallelis. Еще здесь? Отдельная моя любовь в Parallelis за то, что их очень легко искать. По красным футболкам это прямо очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!